Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Стой! Стой, тебе говорю! Светла! Тебе что? Жить надоело? Че под колеса кидаешься? Машина опять не пришла, продукты не привезли. Че, я народу скажу? На базу звонила? Да раз 20. У них то грузчик запил, то водитель заболел, то вот, пожалуйста, дороги размыло. А дождь дальше будет идти, что будем делать? А, я что, народу скажу, с голодухи всем вешаться, что ли? Ну, все, все, не кричи. Решим вопрос. Уж решите, пожалуйста, Андрей Витальевич. На вас одна надежда. А вы куда опять вдвоем ездили-то? Книги новые для библиотеки получили. Обрадуй детей. Да кто ж их читает-то? Нет, ну, разве что участкового приманивать. Тебе бы только об одном, а? Анна Михайловна! Ехать пора. Возьми деньги, пожалуйста. И что, Анна Михайловна? Ну-ну. Ну-ну. Серёль? Серёжка, ты погляди-ка, дай-ка я хоть тебя обниму-то, а? Ой, какой ты встал-то, тебя ж не обхватишь теперь, а? Маленький-то был как глист. Валентина Ивановна. А я слышу, вот Горынычу посылочку везу. Он всяких каких-то лекарств заказывал в город. А у нас, знаешь, это, пока дождёшься, так сам помрёшь. Целый месяц ждал. Вот у нас, знаешь, доктор был, Пётр Ефремович. Так вот, знаешь, что-то захудало ему. А Сташка, давай в город звонить. А у них все эти скорые на вызовах. Ну, вот так вот, знаешь, не дождался и помер. Ну, чё, куда деваться сердце-то? Вот теперь Горыныч всех и лечит. И скотину, и людей. А ты чё? Как, насовсем ли как? Ты, Серёж, остался у нас-то, а? Ты знаешь, как нам тут доктор-то нужен, а? Мы ж не чужие, все свои, но... А мамка-то как бы счастлива была, Серёж, а? Ну, ты подумай, ладно? Я уж побегу, а то Горыныч-то заждался. Подумай, слышишь, Серёж? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Да, родной мой, что ж ты ничего не написал, не сообщил? Ой, слава Богу, увиделись. Не ушла на тот свет, не простившись. Мам, ну ты чего? Я же здесь, живой, здоровой. Дай хоть раз смотрю-то тебя. Похудел, осунулся. А ты надолго? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Молодец, Тань. Копошишься все с детьми. Увлечь стараешься. Скоро эти мальчики и девочки подадутся в город и останутся у нас тут два с половиной стирика. Так, новых надо рожать, детишек. Семьи молодые создавать пока есть кому. Ты сама-то о семье не думала? Женщина, ты молодая, красивая. Рядом с такой должен быть мужчина. Соответствующий. Не век же одной быть. Я решила, что мне лучше одной, Андрей. А что так? Ну, не у всех же обязательно должен быть муж. Ты так говоришь, потому что в твоей жизни мужика нормального не было. Куда же ты поедешь, сынок? Не знаю, мам. Может, на север. Найду там себе какую-нибудь работу. Там рабочие руки всегда нужны. Решил бросить профессию? Это не я решила, это жизнь за меня так решила. А здесь не хочешь остаться? Ну, со своими это проще как-то, чем одному-то в чужом городе. Иногда лучше одному. Там, где тебя никто не знает, где всегда можно начать жизнь заново. Если получится. Если получится. Значит, попрощаться приехал. Попрощаться. Ничего не хватило. Ура. Попрощаться. Ура. Пап, чего это ты тут делаешь? О, дочка. Ружьё зачем? Вот, почистить решил. Ружьёшка ухода требует. Пап, ты опять? Мама же будет ругаться. А ты мамке не говори. Я-то не скажу. Она же всё равно заметит, ты же её знаешь. Коля! А ты чего расселся-то? Ружьёшка я чищу. Чё, с утра уже? Ружьёшка-то начистил. Да. Ты чё, Ксюша, ты чего выдумываешь-то? Не стыдно, нет? Ты себя со стороны-то видел? Алкан, алконом. Мам. Чё, мам? Чё, мам? Защищаешь его? Хочешь, как сосед, он под забором замёрз? Зачем ребёнку такие вещи говорить? ПОДПИШИСЬ 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 Бориса Степановна, это я! Письмо вам наконец прошло. Ой, Анюта, проходи. Сынок мой приехал. Добрый день. Письмо, наверное, уже не актуально. Положи, я потом прочту. Смотри, какой красавец сын мой. Я вас помню очень хорошо. К сожалению. Мне удивительно, я была совсем девчонкой. Да что ты стоишь-то, как неродная? Садись с нами чай пить. Да не, я пойду. Вам тут не до меня. Какая девка хорошая выросла. А ведь это она придумала, чтобы ты мне письма писал до востребования. Сама вызвалась в город ездить за ними. А то знаешь, как тут в деревне-то сразу разнесут, да еще приплетут чего не было. Я ж никому тут не рассказывал. Мама? Ничего-ничего. Сейчас отпустят. Переволновалась. Коля, да, ведь что? Все-все. Все прошло. Давно было у врача. Сережа, ну какие тут врачи? От них скорее помрешь, чем от старости. Болелась-то, маленькая моя. Надо держаться, милая. Надо держаться. А то бабка твоя тоже расстроится, если ты не поправишься, да? Все-все-все, все будет хорошо. Все. Горыныч! А обо мне! Ну, ну что там? Попробуем антибиотики подавать. А вот охлебается. Ой, хотя где их взять-то? Месяц уже посылку из города жду. Разберемся. Ага, вот сглазил кто-то мою зореньку. Ничего, повоюем еще? Повоюем. Все, пошел. Красавица ты моя! Хорошая ты моя! Анюта, здравствуй. Добрый день, Валентина Ивановна. Новость-то слышала? К Марии сынок приехал, Сережка. Да, я знаю. Красавец такой. Только что-то не то с ним. Другой какой-то. Вроде Сережка, а вроде не он. Люди меняются. Вы же его столько лет не видели. Ну да, да. Ой, Аня, у меня же письмо к тебе. Сейчас, погоди-ка, куда дело-то? А, вот. На-ка, здесь. Ага, ну да. Коля. 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 Коля! Черт, ворожью! Коля, держись! Надя, гарни, чубики. Слышишь, милая? Давай, бегу! Быстрее! Держись! Ой, держись, милая! Держись! Таскать нас, сразу! Опа! Давай, иди сюда! Опа! Так! Дядя Галя! А, Надя! Нам срочно нужен дядя Галиныч! Что случилось? Папа ружье чистил, выстрел себе в плечо. Там кровь вон на траве лежит, там с дома даже бинта нет. А что ты будешь делать, а? Сейчас! Что ж так? А ты связь поганая, а? А что ты будешь делать? Ушел, Горыныч! На осмотр пошел! Вот здесь должен ловить хорошо. Сейчас, сейчас, Наденька. Сейчас. Не, мы так с тобой до морковного заговения будем звонить. Вот что, Наденька. О! Я отведаю бинт. Иди домой. Пусть мама попробует тугую повязку наложить. Поняла? Тугую. Давай. Я Горыныча пойду. Поищу. Ай! То есть. Так. Я не знаю. Это нужно. В лето. Удаляй! Это нужно. Ай! Надо. Где? Там, там во дворе! Ах ты господи! Прижёл, прижёл! Ну, чё тут вот? Вот, ума палата говорила, чтоб дружья этого чёртова не было дома! Нет же, всё наперекор надо! Ай, Николай! Как ты умудрился-то, ну? Я рассчитал! Ох ты господи! Плохо дело! Пуля должна быть там застряла! Её же это, вытаскивать надо! Держи! Держи вот так вот! Держи! Это ж целая операция! Там же нервы! Сосуды! Надо это... В больницу ехать! В больницу надо! Никуда я не поеду! Тихо! А помирать ты начнёшь! Я что с тобой здесь буду делать? Держи! Не дождёшься? Рот свой закрой! Горыныч, делать что? Скорая не приедет, они на другом вызове! Машину искать! В больницу поедем! Держи! Держи вот так вот! Николай! Смотри! Смотри на меня! Видишь? Вот! Держи! Держи! Ты главное не отключайся! Да! Да! Надюша! Ой, тетяня, я вас не заметила! Что случилось? Вообще, я к мне ещё выстрел! Срочно в больницу надо! Мама сказала, иди к участковому! Машина нужна! Выстрелим! Какого же сейчас? Я позвоню Андрею Витальевичу! Алло, Андрей? Андрей, ты меня слышишь? Крутого надо! Срочно в больницу! Ты слышишь меня? Да что ж такое? Легче добежать! Если вы к Андрею Витальевичу, его нет! Как нет? Ну вот так, в город уехал! Это что, папа теперь умрёт? Нет, конечно, нет! Что ты такое говоришь? А что случилось-то? Машина нужна! Срочно в больницу ехать! Николай поранил себя! Ну, это у вас не получится! Дороги размыла! У участкового хотя бы УАЗик есть, а у остальных легковушки не пройдут! Ну ладно, пока! Так, дорогая, не плачь, не плачь! Сейчас что-нибудь придумаем! Так, знаешь что, ты беги домой, а я одного доктора приведу, хорошо? Беги, беги, беги! Сергей! Строчно нужна ваша помощь! В чем дело? Крутов выстрелил в себя, истекает кровью, некому везти в больницу, нужен хороший доктор! Я не могу! Что? Как-то вы не можете! Человек умирает! Как вы можете быть таким равнодушным? У него ребенок! Она! Я вам сказал, я не могу! О, так же он. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Коль, ты потерпи. Слышишь? Милый, потерпи. Сейчас Аня доктора приведет. Ну! Где доктор твой? Не придет. Как не придет? Все. Че, че делать, че? Да я, да я боюсь. Как бы хуже не сделать. Я же ветеринар. Корову могу вылезть, а тут вон. Ну, делать-то что-то надо. Отойдите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пуля застряла в плече. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Место неудачное. Рядом сосудистый пучок. Еще и встало поперек. Я же говорил, я же говорил тут, что все непросто. Че делать будем? Вынимать? Как вынимать? Прямо здесь? Это же опасно. Это же... Это же можно повредить нервы. Это же... Это же не каждый врач в больнице возьмется. Есть другие предложения? Нет? Тогда показывай, что у тебя есть из инструментов. Вот. Вот все. Вот. Ну, я же ветеринар. Попробуем тем, что есть. Спиртное есть? Есть. Без 100 грамм-то никак? Не для меня, а для мужа вашего анестезия. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, он и так уж вон в кондиции. Может не хватить. Не вас можешь пить? А это да, это за всегда, пожалуйста. Давай. Коленька. Коленька, родной мой. Давай. Давай. Пока разрешают. Давай. 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 Соберись, будешь инфицировать. Давай. Давай. Меша, ну что делать? Генни! 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 Зашить сможешь? Я? Я? Могу. Понял. Ну что? Да я же только крупные рогатые зашиваю. А тут... Давай еще анестезии. Давай. Еще. Давай. Еще. Вот так. Все. Лесни. Сергей. 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 Прихватите с собой Горыныча, а? А то он там, если еще немного останется, я его одна до дома не дотащу. И так он шиеля лыка вяжет. Мне своего калеки достаточно. Странный какой. Неразговорчивый? Да. С характером, товарищ. Ну, Серега, как ты это, а? Как ты смог ее подцепить-то мастером? Ты, золотые руки, все с такими руками, наши цены не будет. А главное-ка ты понял, как, что она там, а? Под ноги смотри. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, здорово. Привет. Надолго к нам или так? Погостить? Мать навестить. Вспомнил, наконец, что мать у него есть. Мужики. Мужики, ну вы чего? Ну, не надо. Ну, все-таки родные. Мужики. Нормально все, Горюныч. Нормально. Серег. Чего вы как дети малые, а? Все никак помириться не можете. Только ты расскажи, чего у вас случилось-то тогда? Да дело прошлое. Нечего вспоминать. Идем? Идем. Это был несчастный случай. Я поняла. Ты же не думаешь, что он специально? Нет. Думаю, нет. Устала я, Ань. Не могу. Не могу я больше с ним жить. Господи, ушла бы не оглянулась. Не знаю, что еще может вытворить. Я же потом себе этого просто не прощу. Надя тебя не поймет. Во всяком случае сейчас. Маленькая она еще. И потом отец для нее это свет в окне. Ты же видишь, как она к нему. С отъездом надумала чего? Не знаю. Не думаю, что смогу. Уезжать тебе надо, Аня. Уезжать. Возможно, я еще подумала. Нет. Ты мне объясни, как ты смог не надеть сосудистый паучок, а? Как ты вообще догадался, что в пуле в мышцей ткани застряла поперек? Это же без прибора не понять. Так, Горыныч. Давай, я пулю достал, да? Достал. Ну, а ты об этом молчишь, так? Нет, не так. Не понял как. Лучше давай скажешь, что ты сам сделал экстракцию. Я не делал экстракцию. Мне не надо, чтобы в деревне знали, что я делал операцию. Как ты? Как? Эта деревня тут ничего ни от кого не утаишь. Ничего от людей. Слышишь, мне не надо. Эй, мне не надо, чтобы люди на меня надеялись. Слышишь меня? Куда ж тебя? Ну, пойду опусти. Уедешь, значит, да? Серега, нам врач вот как можем. Старики вон без врача загибаются, спасаются только молитвами и травами. Я бы сам мог, но у меня квалификация не та. Серега, а? Серега, ну ты вам очень нужен, очень. Не могу. Все, закрыли разговор. Уедешь, значит. Мать бросишь. А мне ведь сердцем совсем плохо. На днях вон Анютка врача вызывала из троих центров. Тот сказал, операция обязательно нужна. Что без нее никак. По Степановым все артачится. Нет, лучше здесь, по-моему, лучше здесь, по-моему. А что ты меня так слышишь? Не знал, что ли? Вот так вот. Ну, короче, я про грибы слышал от одного пацана из Бавровки. Он в этом деле спец. И что он говорит? Ну, короче, тут суть в том, чтобы не перебрать. Понимаешь? Ну, как сказать. Куда это он? Что? Да мало ли. Тебе какое дело. Короче, слушай дальше. Хочу с Надей попрощаться. Надя! Надь! Аня уходит. Иди попрощайся. Странно. Она без спроса никогда не уходит со двора. Аня! Аня. 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 Уходи. Продолжение следует... 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 Я хочу все сначала, с чистого листа, чтоб меня никто не знал, чтоб меня никто не помнил, чтоб я сам перестал мучить себя этими воспоминаниями, хочу понять, кто я и что я могу еще делать, кроме медицины. Если все чего-то от меня ждут, то я ничего им не могу дать. Я пустой. Меня как будто нет. Бедный мой сынок. Шурка, Шур, спишь? Прикрепт. Вот есть. Я или ты, ага! Деньга и принесла. Это в тюрьме? Мам, давай не будем об этом. Я просто хочу, чтоб ты знала. Я не был виноват в смерти этого парня. Я сделал все, что смог. Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Давай. Мишка, ты дома? Да спит уже. Давай буди его. А что случилось-то? Я что, Шурку не могу найти. Не знаю, на звонки не отвечают, что-то сердце не на месте. Пойдем посмотрим. Миша. Мишка. Мишаня. Миша. Слышишь, Мишаня? Слышишь, вставай. Миша. Миша. Глаза раскрой свои. Мам. Что за дела-то? Я сплю давно. Миша, ты Шурку давно видел? Шурку. Да в ночь ведь валю. Еще светло было, а что? Да ничего, найти не могу его никак. Куда он денется? С ним все окей, я думаю. А, он это, он домой вроде собирался. Ну я точно не знаю. Ой. Ну может он дома спит, а ты его просто не увидела. А, я сумасшедшая совсем, да нету дома его. Ой, ну Валь, ну ладно тебе. Че думаешь, в шкафу что ли прячется? Да не паникуй ты. Да ладно, извини меня. Найдется. Мишка, получишь у меня. Че не спишь? Так ты тоже не спишь? Ну да. Выходит, оба не спим. Можно зайти? Андрей. Аня, я по делу. Че ж так поздно-то по делу? Слушай, ну разговор есть. Я ненадолго. Когда скажешь уйти, я уйду. Дверь раскрою. Да че дверь? Ну да, лучше дверь. А то люди взрослые уже. Через окна лазят состоявшиеся. Угу. Шура! Сынок! Сыночек! Что случилось? Шура! Что с тобой? Шурочка, где больница? Сыночек! Ты меня слышишь? Сынок! Ну-ка посмотри. Посмотри на меня. Ой! Ну-ка давай вставай. Давай вставай. Вставай скорей. Господи, никого нету-то. Ой! Давай! Не дотащить меня тебя будет. Никого нету тебя. Ручка, вот так. Вот так давай. Вот так. Вот так. Вот так. Я сейчас. Я сейчас. Шурочка. Сыночек, я сейчас. Я сейчас. Я сейчас. Как посмотрю на него, сразу тебя маленький вспоминает. А помнишь, как ты боялся спать дома один? Да. Сережа, маленький. Помоги. Шуркин, твоему плохо. Я не знаю. Он как не живой. Прям. Около дома. Я даже наносить его не смогла. Значит, считаешь, что это несчастный случай был? Да, конечно. Как иначе? Не знаю. Не знаю. Чего он вдруг за ржет с собой? Как иначе схватился. Не помню, что Крутов сильно охотился. Это сейчас. Раньше Николаев был знатным охотником. Не знаю, может, он решил к этому вернуться? Ну, все равно как-то странно. Поговаривают у них с женой неладой. Вы с Ксенией подруги, может, слышали чего? Ну, мы как-то не обсуждаем семейные дела. Это лично. Сами разберутся. Мне кажется, у всех неладно, кого не возьми. Что ж теперь? Из-за этого стреляться, что ли? Ну да, ну да. Ладно, надо с доктором поговорить. Ну, который к матери приехал. Иванов Сергей. Угу. Ты вообще не знаешь, что он за мужик-то? Ну, смотри, шушукаетесь. Мало ли, а сын ничего знаешь. Ну, мы с ним как-то мало общались. Ну, вроде нормальный. Не очень разговорчивый. Так слова не вытянешь. Не знаешь, надолго он к нам? Не знаю, здесь Маша ничего не говорила. Ладно. Завтра с ним сам поговорю. Ой, тихо! Ну-ка, смотри, ну. Вот так вот. Слышишь меня? Да. Да. Вот, открой. Ел сегодня что-то необычное? Нет. Как обычно. Алкоголь, таблетки принимал какие-нибудь? Нет. Дышать сложно? Немного, да. Живот болит? Все болит. Что это с ним, а? Что такое, Сережа? Нужна питьевая вода и полотенце. Что говоришь-то? Валентина Ивановна, питьевая вода и полотенце. Ага. Идти сможешь? Нет, не смогу. Так, давай. Ты здоровый кабан, мне тебя не дотащить будет. Давай я помогу, Сережа. Питьевая вода и полотенце. Да ладно, ладно, еду. Мама. 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 Мам. Мама. Мамочка. Мама. Мам. Мама. Мать, ты чего? Ты чего, милая? Почему не спишь? Кошмар, простился. Вот у меня страшный дец в лес увез, а там темно, елки все лысые. Я тебя зову, а ты не слышишь. Ты где была? Милая, я… да я вон прогуляться перед сом вышла. Воздухом подышать. Пойдем-ка в дом. Давай, давай. Пойдем, скорее в дом. Ты что, посидишь со мной, пока я не усну? Конечно, посижу. Конечно, посижу. Слышишь? Что это там? Да нет никого. Никого нет. Видно живность какая. Пойдем в дом. Нет. Нет. Это не живность. Вон там кто-то ходит. Вдруг это страшный дед. Да ты чего, какой страшный дед? Какой страшный дед? Что ты? Фотозерка ты моя. Иди в дом. Слушай, иди в дом. Иди. Страшный дед. Ну что, получше? Угу. Смотри. Чего я? Чего принимал? Ничего. Ничего я не принимал. Друзьям с вами будешь эти сказки рассказывать. Марки, таблетки, что? Отстаньте. Меня и так охренул. Могло быть еще хуже. Сейчас бы здесь передо мной не сидел. Ладно. Ну здесь отдыхай. Вернемся еще к этому разговору. Ничего. Нам 200 кубов. Договор Familien. Зам 18 км и запутал херня. Бладим state вrozoto шпал. По Mode на теплое осталось. У за сантин знаки от无法ти? IA там подписываем т자. Спасибо за чай, за печенье. Ну, вообще. На здоровье. Ну, что, спокойной ночи. Вопрос, конечно, относительный. Ночи у меня в последнее время стали какие-то беспокойные. Все думаю, размышляю, заснуть не могу. Я книгу, надо, читаю. Очень помогает. Ань, я это... Ань, ты не думай. Я ж не просто так... Может, говорю некрасиво и, может быть, не то, что надо, но... У меня все серьезно. Я и жениться, и деток... Я тебя на руках носить буду. Мне реально этого мало. Прости. Прости, Андрей. Прости, дело не в тебе, просто... Я неважно себя чувствую, голова раскалывается. Так, может, таблетки какие нужны. Я в город смотаюсь. Там дежурная аптека есть. Ты только скажи. Ты очень хороший, Андрей. Спасибо. У меня есть таблетки. Просто, наверное, надо отдохнуть. Я очень много нервничала в последнее время. Ну, ладно. Ну, если что, ты свистни, я мигом. Конечно. Да. Чем он вообще занимается? У него есть какие-то увлечения? Да ну, какие тут увлечения. Он с другом, с Мишкой, по деревне он. Сейчас встают с утра до вечера. Или сидят в телефон и пялятся, да все. А ты, Валентина Ивановна, ничего в последнее время странного за ним не замечала? Ты чего, Сереж, все вокруг да около-то ходишь? Ты мне скажи, что с ним такое-то? Наркотики. Похоже на наркотики. Господи. Да откуда здесь наркотикам до деревни взяться? А потом говорят, они с таких денег стоят. Там вон, погляди-ка, копейки считаем с сыном. Просто понаблюдай за ним и если что заметишь, сообщи. Хорошо, спасибо тебе, Сереж. Ой, я колбасу да совсем забыла. Какую колбасу? Колбаса хорошая, домашняя колбаса-то. Погляди, какая. В городе допади. Нету такой? На-ка. Что ты выдумаешь, Валентина Ивановна? Ну оставь себе и... Да ну ты чего, это же я благодарна за сыночка моего, Сереж. На-ка вот, держи-ка. Благодарность, от благодарности отказываться-то нельзя. Примета плохая. На-ка вот. Спасибо. Это тебе спасибо, Сереж. Мам. Мам. Тебе не хорошо? Ничего. Отпустят. Так, тонометр дома есть, чем измеряешь давление? Ничем. Так, по ощущениям. Ясно. Ясно. А выше, наверное, в каких дома есть лекарства? Вала картины. Горчичники есть? Горчичники? Сто лет их не покупала. У кого в деревне могут быть сейчас горчичники? Даже не знаю. У Анюты. А ну, запаслива. Да. Все. Лежи, не двигайся. Я скорый. Ладно? Вы? У вас горчичники есть? Горчичники? Да. Если можно, побыстрее. А что у вас случилось? Это для матери нужно снизить давление. Это очень странный способ. Есть и более прогрессивный. Для этого нужны нормальные препараты, не блокардин на все случаи в жизни. Я нормальный врач, который, наконец, начнет лечить людей в деревне. Вы надолго здесь? Нет, скоро уезжаю. Может, вы все-таки останетесь у нас как доктор? Я понимаю, для вас теперь здесь все чужое, но мать, она же своя, родная, другой не будет. Она вас так ждала. Анна. Я не ваш ученик и мне не десять лет. Спасибо. Я с вами. Сам справлюсь. Вы знаете, моей мамы нет уже несколько лет. И я часто думаю, если бы я могла хоть как-то, хоть ненадолго еще продлить ей жизнь. Я бы сделала все, что угодно. Не все в нашей власти. Спасибо за помощь. Мне нужно обменять. И все наしい. И еще один. Скоро давление снизится и станет полегче. Это что же, теперь в городе так учат? Нет. Так в спартанских условиях снимают высокое давление, если ничего нет под руками. В городе как раз высокие технологии. Я понимаю, к чему ты ведешь. Нет. Почему, мам? Неужели вот так вот лучше мучиться? Не верю я врачам, ведь она и до смерти залечит. Что за бред? Ну что за деревенские сплетни? Ну вы понимаете врачей, чтоб судить их, да? Каждый норовит ткнуть носом доктора. Мм? Семь лет вначале в институте отучитесь, потом ординатура, потом практику в больнице. Пройдите и хоть одну, хоть одну операцию вам сделайте, вот тогда и будете судить. Извини. Это ты меня прости. Я же все понимаю. Я верю, есть хорошие доктора. Вот к тебе бы я легла под нож, даже не задумываясь. Ну вот, кто тебе позволит меня оперировать? Нет. Ну и они единственный хороший доктор. Иди сюда. Где ты? Ты где? Я тебя не вижу. Я тебя не вижу. Где ты? Куда мне идти? Куда мне идти? Я тебя не вижу. 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 Продолжение следует... 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 Молодец, Серега. Вот знал я, что ты хороший парень. Так. Ну, пойдем. Покажу тебе твое рабочее место. Ну, дверь мы поправим. Тут работа на полчаса. Ну, с крышей посложнее, но мы тоже все сделаем. Ты понимаешь, у нас всю дорогу не могут в райцентр сделать. А по той, что имеется, мы народ не всегда успеваем до больницы довезти. Да и там свои тараканы. Запишись, подожди, заплати. Да. И очередь на месяц вперед. Вот и лечится у нас народ в деревне. Чем может и как может. А почему? Потому что доктора своего нет. Препараты сможем достать какие-нибудь? Приборы, инструменты. По минимуму стетоскоп, тонометр, пульсоксиметр. Пульс... Ну, да. Нам же райцентр кое-какую денежку выделяет. Потребуем. Ты знаешь что, напиши мне все. На бумаге. Все, что надо. Препараты там вот эти, пульс... А лучше что, давай-ка мы вместе в райцентр съездим. Вот и договорились. У меня дорога раздваивается. Не знаю, по какой идти. Притормози здесь. Зачем? Притормози здесь. Эу! Пацаны! Шурка, смотри-ка на меня. Да вот еще. Чем закидываешься, кто наркотики поставляет? Это не наркотики. А ты че к пацанам пристал? Да, Валентина просила с сыном по-мужски поговорить. Это он бездельничает, целыми днями шляется где-то. Ага. Так они у нас все так. Ладно, поехали. Отсадим на эту штуку пацанок из соседних деревень. Сначала дадим бесплатно попробовать, а потом будем с них баблоустричь. А? А если они проболтаются, то смогут того в тюрягу посадить? Во-первых, не в тюрягу, а в колонию для несовершеннолетних. Во-вторых, они что, идиоты? Кай всем нужен. То нас дастся, а. То прикинь, сколько мы с них денег срубим, шурец. И в город переедем. А уж там-то я и развернусь. Сынок, где ж ты все ходишь-то? Мам, я остаюсь. Ну, что с Розовой? От счастья, сынок. Ну, это временно. Пока участковый вам не найдет хорошего фельдшера, и пока мы с тобой не решим вопрос. Нужно подобрать правильную терапию, раз ты отказываешься от операции. Спасибо, Господи, что дал мне такого хорошего сына. Вот откроем фельдшерский пункт. И будет у нас не хуже, чем в райцентре. Да прямо, ага. Один живый доктор тебе сейчас все проблемы решит. Он хороший хирург. Я справки наводил. В Москве на хорошем счету был. До поры, до времени. А потом что? А потом сел за врачебную ошибку. Серьезно? Иванов сидел в тюрьме? Да ладно тебе. С кем не бывает. Случается, что и хороший человек может в историю попасть. Это Марин. Марин. Ты чего? Что случилось? Ничего. Тебе плохо? Не знаю. Сиди. Сейчас я приду. Сергей, ну-ка, приди же ко мне. Да что ж такое? Сергей, Сергей, мне срочно нужна ваша помощь. А мне кто-то поможет. Савва, подержи хоть ты. Смотри на меня. На меня смотри. Соль есть? Это найду. И питьевую воду. Солюной раствор нужно делать. Хорошо, сделаю. Ну, что с тобой было? Не знаю. А если подумать? У меня надо идти. Я уже норм. Похоже, ребята в деревне чем-то развлекаются. Что вы имеете в виду? Психотропные средства я имею в виду. Не может быть. Очень даже может. С кем Марин дружит? С Мишкой, сыном продавщицы. А Мишка лучше друг Шурки, сына почтальоныша. Да. Ясно, понятно. Все, все, ты раньше времени тебе не голоси, Валь. Куда ему тут деться-то некуда? А че он такой окаянный? Я же все делаю для него. Хотя матери бы подумала. Что случилось? А вот Шурковый сбежал с вещами. Да Валя! Так, Валентина Ивановна, ты еще сидишь домой и ждешь там Шурку. Хорошо. Мы с Гаранчем сами разберемся, ладно? Хорошо, Сережа, хорошо. Тихо, смотри. Света, Светка. Да. Вот это. Где Мишка твой? А я откуда знаю, шляется где-то. Лучше бы помог мне коробки разобрать, а то, а то, знаете ли, женщине сложно одной тяжести таскать. Давно ваш сын трубку не берет? Ну, где-то около часа. А что? Он вам зачем? У Вальки сына пропал. Мы хотели у Мишки узнать делом. Валька панику наводит, что ли? Ага. Да пробегается и вернется. Че ему будет-то? Ну, я как дозвонюсь до Мишки, спрошу? Ладно. Позвони потом. Это, обязательно только позвони. Да позвоню, позвоню. Марин, стой. Стой, подожди. Рассказывай все, что знаешь про Шурку и Мишку. Чего? Ничего. Ты знаешь, что за распространение наркотиков? Можно сесть в тюрьму. Это они тебе дали попробовать. Шурка, Мишка, кто? Отвечай. Ну, говори, а то я тебе сейчас участковому сдам. Да не наркотики это. Грибы простые. Они где-то в лесу рвут. У них там штаб или как его там? Ты была в этом штабе? Где он находится? Не знаю я. Они между собой разговаривали. Мне руку больно. Извини. Смотри у меня. Шурка! О, а вон там что-то. А ну-ка. Шурка! 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 Валентина-то не приживет! Шурка! Что ты сделал-то, идиот малолетний? Как вы, как вы, как мы ей вали-то скажем, а? Серега, неужели ли ничего нельзя сделать, а? Ну, хоть что-нибудь! Шурка! Шурка, вставай! Вставай, Шурка! Вставай, 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 Шурка! А-а-а-а! А-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Угу. Угощайся. Твои любимые. С грибами. Да шучу я. С капустой. Твои любимые. Жуткая история. Надо как-то выяснить, где они берут эти грибы. Серега сказал, что собирается пойти в лес. Он примерно знает, как они выглядят, чтобы найти эту грибницу. Надо знать точное место. Лес большой. Так можно 10 лет ходить. Да, он разберется. Я в него верю. Хороший парень. Ты бы к нему приглядела, что ли, Анюта? Ладно, Карина, сейчас пойду. Дела много. Ну, иди. Иди. Мужик, ты рузьё-то убери. С оружием шутки плохи. Тебе чего тут надо? Я тут заводился немного. Дорогу в деревню искал. Зачем ты в деревню шёл? Живу я там. Врёшь. Я 15 лет здесь не был, в городе жил. Мать решила навестить Иванову Марию Степановну. Ты её сын? Ага. Рузьё-то убери. Ты так мне вдарил. За всей силой вдарил. Да? Аня, можно к тебе? Конечно, заходите. Присаживайтесь. Спасибо, Ивановна. Анечка, я посоветоваться пришла. Ой, совсем чё-то, сынок, мой от рук отбился. За что случится, я не вынесу, Ань. Не переживайте так. У него же сейчас этот переходный возраст. Чё мне делать-то, Ань? А вы его ко мне пригласите? Придумайте что-нибудь. Я попробую с ним поговорить. Знаешь, я чё, я скажу ему, что, может, какая помощь тебе нужна. Да, вот, отлично. Деревенских-то я всех знаю. А до других поселений тут далеко, так что... Чужак редко сюда добирается. Да и лес здесь непростой. В прежние времена много людей пропадало. Ага. Про лес я знаю. Мне бабушка ещё в детстве эти сказки рассказывала. Да. Сказки. Это не сказки, это легенда. Сказка же это вымысел, аллегория. А легенда это то, что когда-то было на самом деле. А у леса свои законы, которые надо уважать, понимать. А вы травами занимаетесь? Это такая народная медицина. Ну, а это скорее природное врачевание. Ведь всё вокруг человека, для человека есть. И внутри него. А болезни же они ведь из ниоткуда не приходят. Они генерируются нашими помыслами, нашими поступками. Да, про эту теорию я слышал. Ну, как же научный прогресс? Вы же умный человек. Не стоянся отрицать пользу достижения науки. Да, конечно, наука это хорошо. Только наука развивается там, где в неё вкладывают деньги. А эта область я зачастую не для прогресса, а для убийства земли. Там кто-то есть? Нет там никого. Мам! А? Ну, всё, что ли? Этот-то хоть последний? Достала уже эти ящики таскать. Ой, достала. Ты глянь-ка, достала его. Как дело делать, так его достала. В колонии за счет не так повкалывать придется. На-ка, держи. Там тебе ума-то прибавит. Спасибо. Мам, ну хватит уже с этой колонии. Иди, не болтай уже. Башкой в следующий раз будешь думать, прежде чем всякой ерундой заниматься. А зря ты так с ним. Он от этих слов только злится. Чего добьешься? Возраст у него сложный. Лучше как-то по-доброму. С любовью. Да уж, с любовью. Много эта любовь помогает. Тебя вон дети все в город умотали, а муж каждый день под градусом. Вот помогла тебе эта любовь? Слушай, не буду. Отправлю его в интернат, и пусть его там воспитывают. С любовью. Не могу больше, веришь? Сил мои закончились. Нету. Все. О, Семеновна, привет. Проходи давай. Проходи, проходи. Ладно, пора тебе. Направление покажу, а дальше сам дорогу в деревню найдешь. Ну, как хозяин леса должны знать, где здесь граница такая, с грибочками и особами. Что пацаны из деревни повадились собирать их. Один чуть на тот свет не отправился, еле откачал. Во-первых, не я хозяин леса, а лес тут хозяин. А ты врач, что ли? Ну, теперь уже бывший. А сюда зачем приехал? Пусть говорил, мать навестить болеет она. Так ты ненавидь, Витя. Попрощаться с ней приехал. А потом опять уедешь. Маешься, все. Места себе не находишь. Ты сначала найди место себе вот здесь. Места себе не находишься. Андрей Юрьевич, приветствую. Привет, Петровна. Говорят, доктор у нас теперь в деревне будет. Да, Иванов. Доктор что надо, городские обзавидуются. Да прямо уж так и позавидуют. Ну. Слышала я, сидел он? И что теперь? А уголовникам разве можно лечить людей? Ну, Сергей не уголовник. Он свое отсидел. И фельдшером имеет право работать. У него бумага есть. Или ты, Вера Петровна, хочешь, чтобы у нас в деревне все позагибались? А? Да как-то без него жили и... Как жили? Каждого второго до больницы не довозили? Вон, ветеринара подвязали людей лечить, потому что больше некому. Вы сами ко мне ходили и стонали, потому что загибаетесь без врача. А теперь что? Недовольство пошли? Что? Ты мне эти экстремистские высказывания брось, чтобы я их больше не слышал. Понятно? Поняла, поняла. И другим передай. Фух. Сережа? Сережа, ты где был? Тебя участковый искал? По делам ходил. Все в порядке? Ты как будто не в себе немного. Все у меня хорошо, мам. Так что там говоришь участковый? Так искал тебя. Медикаменты какие-то привез. Медикаменты – это хорошо. Ана Михайловна, здрасьте. Привет. Проходи. Это мама ко мне послала к вам. Сказала, что-то помочь надо. Да. Да, надо вот эти старые книги закинуть на полку. Хорошо, сделаю. Ага, давай. Сейчас я еще принесу. Тяжелое. Ну да, книги тяжелые. Давай я помогу тебе. Не, спасибо. Я сам. Что, я не мужик, что ли? Сам справлюсь. Не понимаю. Неужели реально кто-то все эти книги читает? Ну, все книги, наверное, нереально прочесть. Но по интересам кто-то одним увлекается, кто-то чем-то другим. Есть такие люди, которые за всю свою жизнь прочитывают тысячи книг. Скажете тоже тысячи. Ну да. Только представь, сколько нужно перелопатить материалы ученому, чтобы написать диссертацию. Не, ну только если ученые. Но это невыгодно сейчас. Кто пойдет в ученые? Сейчас программы компьютерные рулят. Все можно найти в инете за пять сек. И книжки особо не нужны. Но вот игры – компьютерная вещь. Гонялки, стрелялки – я не очень. Мне вот ходилки разные нравятся, где надо башку напрячь, подумать. Здорово. Может быть, ты придумаешь какой-нибудь квест для ребят? Ну, чтобы бегать там, всякие задания, выполнять тайные документы, искать. Что там еще бывает в компьютерных играх, не знаю. А что, прикольно. Надо подумать. Можно? Да, Светлана, конечно, проходите. Что случилось? Проблема у меня. Давит что-то. Ну, вот тут. Тяжесть какая-то. Особенно ночью. Давно началось? Ну, дня три назад. Кашель? Иногда бывает. Ну, ближе к вечеру. Температура? Не знаю. Не мерила. Ну, давайте, для начала, я вас послушаю. Угу. Угу. Это было необязательно. Достаточно было. Просто... А мне так удобнее. Ну, я думала, и вам тоже, доктор. Присаживайтесь. О, холодный. Рот закройте. Дышите спокойнее в обычном режиме. Ну, это тяжело, когда рядом такой мужчина. Теперь слегка приоткройте рот. Дышите спокойнее. Поворачивайтесь. Не хотите меня поцеловать, Сережа? А? Нет. Боитесь, что нас увидят? Ну, так мы дверь закроем. Да и вообще, кому какое дело? Я женщина свободная, а вы, я знаю, тоже. Мужчина не занятая. Сережа, ну, неужели не надоел одному ночью в постели? М? Мне вот тоскливо. Чего уж нам любовником-то не стать. Я баба теплая. Будешь доволен. Можете одеваться. С легкими все в порядке. Если кашель будет беспокоить, липовый отвар. Спать будете спокойнее. Локти потом кусать будешь, Сережа? Светка! Ты меня когда-нибудь убьешь. Новый доктор появился. Старый чай ветеринар уже не нужен, что ли? Ой, а ты чё? А ты чё это такая? Какая? Такая яростная такая вся, порывистая такая. Повод есть. Да ты чё? Ты чё и добилась своего чая? Господи, Горыныч, ну я если чё захочу, так я ж в долгий ящик-то не откладываю, а? Да, я... Молодость-то у нас одна, Горыныч. Чего ждать-то? Ой, вот ты баба, конечно, молодец. Хватка у тебя, это... А куда бы он от меня делся-то, а? Бывай. Так, выше, ага. Я... Я смотрю, ты быстро свалился-то, а? По городу-то не скучаешь, нет? Плыву по течению. Ну это мудро, да. Особенно, когда течение заносит на кисельные берега-то, да? Да ладно, ладно. Не переживай, я не трепло. Я твой секрет никому не выдам. Ты о чём, Горыныч? Ну как? Ладно тебе. Меня-то можешь не сторониться. Свой я, свой. Свой. Серёга, я тебе так скажу. Светка, она нормальная баба. Если к ней по-человечески, по-нормальному относиться, ну не дай бог, не дай бог, ты передашь ей дорогу, ой. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Чего? Мне это сейчас всё зачем? Ну ты же не посторонний человек-то. Там у меня дела нет до вашей Светки. А, ну ладно, понял, понял. Ну я надеюсь, ты меня тоже услышал, а? Соскучился я. Спим, как чужие. Всё-таки муж я тебе. Я вспомнил. У меня лучше перед тем, как к бутылке своей приложиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так ты думаешь, это Котамахин нам в прошлый раз Надю на крыльцо привез? Да похоже на то. Откуда он вообще взялся? В деревне у нас жил. Лет девять тому назад приехал с дочерью Марьяной. Ей тогда... А лет четырнадцать было. Откуда приехал, никто не знает. И стал народ лечить. Кому травки даст. Кого заговор научит читать. И правда, народ у него без лекарств выздоравливал. Думаю, просто... Самовнушение. Плацебо по-научному называется. Ну так вот он жил, не то жил, и в доме его пожар случился. И никто не знает, отчего дом загорелся. Слухи разные ходили. И после этого Котамахин ваш решил свалить в лес? Обиделся, что ли, на всех? Обиделся? Не обиделся, не знаю. Но сначала мы не знали, что он в лесу обосновался. А потом деревенские обнаружили. Но только Котамахин дал понять, что видеть никого не желает. А дочь? Ты говорила, у него есть дочь. С тех пор ее никто не видел. Гад! Привет! Ох! Сереж! Дай их поглядеть-то на тебя. Как уехал, с тех пор они виделись. Петр Петрович. А ты возмужал. Не тот уже пацан-соплек. Настоящий доктор. Ну, я смотрю, вы тоже поднялись из председателя колхоза в главу поселка. Да даже не знаю, что учится. Столько проблем на голову свалилось. Ну, да бог с ними. Слушай, я по делу. У меня нога болит. Сил нет. Может, поправишь? Давай посмотрим. Садитесь. Ага. Можно? Да. О, смотри. Нарыв. Ну, я вижу, что нарыв. Что делать с ним? Вскрывать. Только это надо в райцентр ехать. Я все же фельдшер. Мне по уставу нельзя. Ты не дури, Серега. Что ты устал какие-то придумал? Мы же свои. Да и мне некогда в райцентр доездить. Там проблемы нужно решать. С администрацией ругаться. Ну ее. Режь давай. Травма была, перелом. Ну, было дело. Под косилку попал. Мне Горыныч перевязку сделал. Сказал, что перелома вроде нет. Снимок нужно было сделать. Перелом был. Неправильно срослось. Будет беспокоить. Так оно и беспокоит. Как погода меняется, то хоть на стену лезь. Да и черт с ним. Давай уже режь. Не тяни. Анна Михайловна, может, вечером в райцентр съездим? В кино сходим? Спасибо, Андрей. Так много дел в библиотеке накопилось сегодня. Не получится. Извини. Ну, ладно. Может, в другой раз. Может. Все же хотят, чтобы как в городе было. А где я им средства на это возьму? И рабочую силу. Я вот, например, уже который год хочу дом Котомахина снести. Я на его месте хотел, например, новый фельдшерский пункт построить. Ну, где денег взять? Опять в райцентр с протянутой рукой идти? Это да. Проблем много. С этим домом вообще смех и грех. Люди его стороной обходят бояться. Кто говорит, что там дьявола видел перед Пасхой? А кто стоны слышал? Будто там дух непрекаянный поселился. Можно? Заходи. Вот, пришла пожаловаться. Что опять? Ну, нельзя ли как-то приструнить этого нашего доктора, а? Ну, чтоб не приставал. Чтоб руки не распускал. А то, что же дальше будет, если он сейчас так начинает? Не понял. Господи, что ж непонятного-то? Приставал. Склонял. Хватал. Нет, ну, я, конечно, понимаю, красивую женщину грех не захотеть. Ну, говорю, слушай, ну, нельзя же так прям сразу набрасываться-то, а? Ну, ей-богу, это что, мне теперь по улице нельзя пройти, что ли? Светлана. Чего? Ты бы это не загибала бы, а? Ну, как у Иванов насильник? Так он же в тюрьме сидел. Да не за это он в тюрьме сидел! Сколько можно человеку уже этим попрекать, а? Есть конкретная жалоба? Пиши, разберусь! Ну, подожди, ну, не... Ну, зачем так сразу человека подставлять-то, ну? Я же по секрету к тебе пришла. Посоветоваться. Посоветовалась? Ну, знаешь, я просто прошу обратить на... Я-я-я-я все поняла просто. Извини, 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 все. Извини, пожалуйста. Извини, ради бога. Да? Можно к тебе? Или записаться нужно? Алексей Семенович, проходите. Видите, очередей у меня нет. Присаживайтесь. Дело такое. Сам бы и не пришел, но жена запилила. Тошнота у меня. Второй день мочится. И голова крушется. Работа есть? Вывернула по раз. Стол? В порядке есть. Хорошо. Температура? Не измерял. Чего так? Смотришь на меня. А боли есть? Сегодня хорошо спали. Да уж какой-то сон. Боли. Желудок болит, но это нормально, я думаю. Так, а можете описать боли и где конкретно болит? Обыкновенно болит. Вот здесь вот болит. Вот здесь. И вот сюда вот отдает. Включится. Давайте я вас пальпирую. Растяните рубашечку. Давай. Так. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хорошо. Сейчас. Не двигайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Надо Асташкову позвонить. Можно вас в город везти. Не беспокойтесь, не двигайтесь, лежите. Что ж за связи-то у вас, а? Никуда не уходите, я скоро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Знал я, что не надо к нему ходить. Машина. Нужна срочно машина. Тихо, Серега, ты поумерь был. Что случилось? У Буякина старшего инфаркт, нужна госпитализация. У нас народ крепкий, выживет в любых условиях. Не в этом случае, Петр Петрович. Сергеев! Там Буякину плохо. Сипит идти не может. Как? А куда идти? Я же его у себя оставил. Не знаю, он у своего дома. Быстрее, надо что-то делать. Понял. Поехали. Алексей Семенович, не паникуйте. Сейчас тратить душат медленно и ровно, да? Сереж, помочь им? Да, дотащить до машины. Алексей, а что случилось? Куда вы его волокете? Дядя Витя, Вера, в больницу еще. Инфаркт, похоже. Как инфаркт? Не может быть! Сереж, спаси его, ты же врач. В больницу не надо, его там угробят. Вера Петровна, я сам ничем не могу помочь. Нет, тут ничего нет. Ни маски кислородной, ни реанимации. Сейчас главное до больницы довезти. Я с вами поеду. Нет, дома жди. Да и места для тебя нет. Валерьянки, примерь. Валерьянки, примерь. Привет. Хорошо, что встретила тебя. Чего? Ань, че? Иди. Ань. Слушай. Рожилась я. На что? На аборт. Только я в райцентр не поеду. Оттуда слухи понесутся. Ой, все, я у папки Евдокия пойду. Ты что, с ума сошла? Какая Евдокия? Это опасно, ты понимаешь? Зачем девки испокон веку травками все это делали и ничего? А сколько от этого умирали? Пообещай мне, что ты не будешь этого делать. Хорошо? Хорошо? Я же говорю вам, что мест нет. Куда я вам его положу? Себе на голову, что ли? Я сейчас вашу Шарашкину контору на куски разнесу. У меня в машине человек умирает. Ищи место, где хочешь. Во-первых, не орите на меня. Успокойтесь, Петр Петрович. Мне только второго инфаркта не хватало. Где главврач? К нему нельзя, он занят. Не, можно. В смысле? Мать, а что случилось? Отца в больницу увезли, инфаркт. Отца в больницу увезли, инфаркта не хватало. Отца в больницу увезли, инфаркта не хватало. Отца в больницу увезли, инфаркта не батали. Если бы на день раньше Я понимаю, шансов было мало Но скажите мне, коллега Как вы смогли определить шум перикарда Без приборов, без техники Диагноз был поставлен безупречно Это уже не важно Спасибо вам Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Ну что, как Алексей? Добавил субтитры 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 Смотрите, вот здесь у нас будет, типа, тайник. Тут ты хочешь спрятаться, Брис? Да. Главное, чтобы заранее его оттуда никто не потырил. Вот. А здесь можно сделать эти... как их? Ну, типа, уровня. Если чел проходит уровень, идет дальше. Понятно. Здравствуйте, Андрей Витальевич. Здрасте. Заняты? Обсуждаем квест. Такое дело, в общем, сказать хотел. Буякин Алексей Семенович удар. Да. Господи. Это доктор виноват. Что? Кто это тебе сказал? Мишка, а ему мать. Ну, кончилось мое терпение. Чего? Это же не мои слова. У каждого человека свой час, и ни один врач не может помешать ему уйти на тот свет, если настало время. Каждый раз, когда теряю пациента, не могу себя простить за то, что он ушел. Проклятая профессия. Кто дернул меня стать врачом? Талант. Талант. Талант тебе дернул. И никуда бы ты от этого не ушел. Значит так, чтоб я этих сплетен про Иванова больше не слышал? Понятно? Допрыгаетесь у меня? Останется деревня без доктора. Кто потом виноват будет? Еще раз услышу, что ты, Светлана, козни против доктора строит. Нашли на тебя порчу в виде комиссии из райцентра. Пусть выясняют, почему у тебя каста за прошлый месяц не сошлась. И никакими слезами ты меня не остановишь. Понятно? Пирожное ты мое с кремом. Савелий Игнатьевич, перелома нет. Сильный ушиб. Связки повреждены. Значит, гипс не нужен? Тугой повязки будет достаточно. Работать смогу, Сереж. У меня руки это все. Без фанатизма. Ну? Врачом заделался, значит. Мало тебе смертей в городе, ты сюда приехал, народ губить. Я же тебе снова засажу скотину за то, что ты человека гробил. Ты зачем отца потащил в райцентр? А? Надо было сразу лечить здесь. Тебя для чего-то доктором поставили. Какого хрена ты тянул? Когда станешь врачом, в больнице ночами подежуришь, со скальпелем у стола постоишь, вот тогда и будешь мне указывать. Понял меня? Убийца. Когда тебе батюню пришел? Если бы у меня был шанс, хоть один шанс, я бы его спас. Твой отец пришел слишком поздно. Не верю я тебе, Иванов. Не верю. Ну? Давайте руку перегантую. Ну, вот это хорошо. Вот это уже другое дело. Все, молодец. Молодец, молодец, Зорька. Ну что, Горыныч, поживет еще моя коровушка. Поживет? Поживет. Ой, ты моя хорошая. Ой, спасибо тебе, чтобы мы без тебя-то и делали. Да ладно. Ты наш спаситель. Все хорошо. Не то, что эти из города. Но получали у себя всяких дипломов. А лечить-то не умеют. Это ты сейчас кого имеешь в виду? Ну, как Машкиного сына Иванова. Ты слыхал, он Алексея Буякина до смерти залечил. Надавал ему каких-то таблетков по носу. Думал, что у него отравление. А у него сердце. Вот тебе и раз. Где ты в таких слухах-то наслушалась? Как где? Да вся деревня, говорит. Вся деревня? Да. Понятно. Вся деревня. Вся деревня. Ты мне это брось. Слышь, все не так было. Иванов, он талант. Вы на такого врача молиться должны. А то, что он Буякина не спас, то он же не волшебник тебе. Не пальцем же ему шунтирование это делать. В садове ты голова. Будешь слухи такие распускать, я у тебя корову заберу. Так и знай. Вот так вот. А тетя Аня сказала, что мы устроим квест. Это Шурка придумала. Самопочитальонша. Ты знаешь, что такое квест? Ты вообще слушаешь? Да. Конечно. Квест – это конкурс такой. Закрывай уже свои глазища и засыпай. Поздно уже. А кто это еще у нас не спит? Все щебечет. Чик-чирик, чик-чирик. Я как птичка, да, пап? Да, моя хорошая. Как же я вас обожаю. Наська, ты отдушишь. Ага. 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 Продолжение следует... Стой! Продолжение следует... Продолжение следует... Не пугайтесь. Я доктор Сергей Иванов из соседней деревни. Вы заблудились? Я могу вас проводить. Лес, он такой опасный. Нет, просто если вы заблудитесь... Просто хочу убедиться, что вам не нужна моя помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тоже на грибы, чтоб подсел. Думаю, больше никто на них не подсядет. Нашел я грибницу. Серьезно? Ну, ты прям упрямый. Молодец. Теперь потравить там все надо. Да, это яд нужен специальный. Она где-то была, я посмотрю. Горыныч, ты Котамахинах хорошо знал? Не, их вообще мало кто знал. Они какие-то нелюдивые, знаешь, были. Это что старик, что дочка его. Разве что Анна могла найти общий язык с Марьянкой-то. Она любой столб разговаривает. Общий язык, она знает язык жестов? Чего? Нет. Да я так. Вы шутил мне удачно, не бери в голову. Я от меня достанешь и сможешь. Найду, найду. У меня где-то был, только надо вспомнить, куда я его засунул. Добрый день. Здрасте. Я к вам по делу. Не сомневаюсь. Вы дружили с Марьяной Котамахиной? Ну, не то чтобы дружила, но мы часто общались, да. У нее были когда-нибудь проблемы с речью? Что вы имеете в виду? Ну, она была застенчивой девушкой. Не очень разговорчивой, но к ней просто нужно было найти подход. И тогда она становилась очень интересным собеседником. А кто-нибудь искал ее после пожара? Дело сводили? Прошлый участковый пытался, но... Видимо, не захотел связываться. Я думаю, что она убежала в город подальше от отца. Он давил на нее. Можете описать, как она выглядела? Длинные темные волосы, большие красивые глаза, встроенная, высокая. Ясно. Понятно. А вы даже не объясните, зачем вам это? Нет. Это весь ответ? Я ответил так, как считал нужным. Вы всегда делаете то, что считаете нужным? Другие люди вас не волнуют? Почему волнуют? Если человек просит о помощи, я готов ему помочь. А ваш вопрос был простым женским любопытством, а не просьбой о помощи. А ваши вопросы были чем? Да мои вопросы были по делу. А ваши вопросы были по делу. Серега? 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 Что? Решил изучить наши достопримечательности? Ну, что-то вроде того. Ага. Я смотрю, не отпускает тебя Томахин-то. Он может. Этот колдун. Ты что, опять на гость принял? Здравия ради. У него есть селение для. Берегись его, Серега. Начисто тут все нечисто. Ну что? Начисто. Начисто. Пошел. Пошел. Томахин. Пошел. Фрик. Томахин. Добрый день. А правда говорят, что с вами в лесу живет ваша дочь Марьяна? А тебе какое дело? Ты после пожара? После пожара она перестала говорить. Слушай, доктор, иди куда шел. Я в твои дела не лезу, и ты не суй нос куда не следует. Я могу попытаться вернуть ей речь. Вы же не хотите, чтобы она всю жизнь прожила с вами в лесу? Молодая, красивая. Вы же убиваете ее, прячь от всех. Дайте ей шанс общаться с миром. Моя дочь прошла через ад. Она жить не хотела. Ей твой мир до сих пор в страшных снах снится. Убиваю. Я пять лет заново учу ее радоваться жизни. А ты хочешь, чтобы она вернулась в мир людей, которые сожрут ее заживо. Что случилось? Не смей лезть в это! Я хочу помочь. Я могу помочь. Я знаю, что такое возвращаться к жизни, когда тебя растоптали и уничтожили. Я несколько лет жил в клетке. И мне хотелось только одного – умереть. Теперь я заново учусь жить. Надо найти в себе силы заново. Поверить в людей, добро, любовь. Ты смог? Пока нет. Но я понимаю, что это единственный шанс. Марьяна, доченька, иди домой. Стой, доктор. Стой, 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 стой. Я не хотел вам сделать больно. Слышишь? Послушай меня. Марьяна, Марьяна, не трогай мою дочь! Исчезни из нашей жизни. Исчезни так, что я никогда тебя больше здесь не видел. Доченька, не бойся. Пойдем. Пойдем. Ну что, здорово тут все отремонтировали. Да, ребята молодцы, помогли. Ну, народ у нас хороший. Отзывчивый народ. Бывают всякие, конечно, это. Вы крутасы. Но это не со зла. Серега, ты это, с деревенскими помягче, что ли? Люди ласку любят. Ты к ним с добрым словом, а они и откроются тебе. Слушай, тут... Ну, после этой истории с Боякиным волнения пошли нехорошие. Ну, сам понимаешь, одна баба слух распустила, вторая подхватила, ну и пошло, поехало. А если бы ты с ними как-то... Ну, подобреешь, что ли? Ну, глядишь, слухи-то и поутихливо. Не знаю, ну, подружись с кем-нибудь или там... Заведи этот, как его. Ну, роман! Что, у нас, ну, Светка с тельфом не охвачена? Нет, я не спорю. Баба с троптивой, ну, при правильном подходе. Того самого. Да что я тебе объясняю? Сам все понимаешь. Андрей... Не могу я больше фельдшером у вас. Прости, что подвел. Подожди, подожди, как это? Серег, ты что, из-за слухов, что ли? Да не бери ты в голову, дела житейские, покудахчут и забудут. Народ-то в деревне тебя любят. Вон, ребята помогли устроиться. Да и вообще. Не в этом дело. Просто не должен я лечить. Вот и все. Давай-ка ты с этим решением переспишь. Обдумаешь все как следует. С плеча не руби. Мы к этому разговору еще с тобой вернемся. И вообще, я у тебя засиделся, у меня дело по городу. Все. Будь здоров. Все. Надеюсь, основной за субтитры тут все было верно. Я тебе покинулась. Вам надо подумать... Продолжение следует... 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 А сейчас ты будешь спать. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Ложись. Ложись. Крепко спи. 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 Гипноз? Вы владеете гипнозом? Есть, маленько. Где учились? Да где только я не учился. Но иногда знания приходят внезапно, само по себе, словно дар. Ты ведь понимаешь, о чем я? Чем больше вы скрываете свою дочь от мира, тем сильнее она сосредоточена на своей внутренней боли. Это означает, что попытка покончить жизнь может повториться. Нужно вытащить ее страдания наружу. Нужно заново прожить ту ситуацию, когда она перестала говорить. Больно. Страшно. Страшно. Но другого пути к жизни нет. Тогда к ней вернется речь. Это, говорит мне, человек, который бежит от мира, сбежит от самого себя, скрывает от людей свой дар. Тебя природа выбрала спасать людей. А ты хочешь отказаться от своего предназначения? Думаешь, тебе станет легче? Откуда вы знаете про мой дар? Да потому что я смотрю людям вот сюда. Внешняя оболочка меня не интересует. Вернись к себе, Сережа. Услышь свое сердце. Сережа. Вернись к себе, Сережа. Услышь свое сердце. Сережа. Ну что, маленький герой, пойдем? Операционные подготовили. Все тебя ждут. Не бойся, сынок. Все будет хорошо. Обещаю тебе. Ты просто немножко нас бежишь. А доктор, в это время тебе сердечко нет. Да? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ХИТУЛЯ ТВ Серёжа? Ты где был? Ты чего не спишь? Пыталась. Сердце болит за тебя. Ушёл. Ни ответа, ни привет. За мной всё в порядке. Поспи. Рано ещё очень. Рано ещё очень. Рано ещё очень. Рано ещё очень. Я их сочинила. Сама? Рано ещё очень. Рано ещё очень. Я знаю. Просто мне очень нравится с тобой общаться, поэтому я и решила тебя проводить. Правда? Тебе со мной интересно? Очень. Рано ещё очень. Перелом. В больницу надо. Да никакой это не перелом. Ты что, врач что ли? Это… Это… Зараза! Ты сам ты понимаешь, что ты творишь? Сергей. Здрасте. Здрасте. Я к вам. За вами. Там… Здрасте. Что это, Маша? Там Аня, кажется, руку сломала. Коля мой постарался. Я не знаю, что она полезла. Он пьяный. Что с него возьмёшь? Где она? Дома. Кого ждём? Красотка. Может, подвезу? Да. Болит какое-то время. Но пальцы мы спасли. Если захотите, даже можете на скрипке научиться играть. Придётся научиться. Про ваш врачебный талант в деревне скоро будут легенды слагать. Пока всё наоборот. Не сердитесь на людей. Это деревня. Они тут всё принимают близко к сердцу. Сегодня обижаются, завтра будут любить как родного. Не дай бог вам попасть в беду. Припекут спасать всем миром. Тут простой закон. Будь открытка людям. Их тебе будут открыты. Я как-то отвык от всего этого в городе. Каждый сам за себя. Закон жумли. А тут... Вся жизнь на виду. Это и хорошо, и плохо. Хочется иногда спрятаться от чужих глаз. А некуда. Что вы так смотрите? Думаете, у меня всё легко? У каждого своя боль и свои беды. Только в одиночку их, кажется, не решить. Как-то душно, да? Наверное, будет дождь. Да, я открою окно. Да, я открою окно. Ух. Жена с тобой приехала, Иванов. Иванов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok